Конечно, обижать его закончится в два часа, два часа. Перед вами памятник Победы, который был открыт в 82-м году, 9 мая. У нас были даты, которые в тот день меня отмечали. Очередная просто годовщина Победы. Памятник был сегодня по проекту Юрия Ивановича Минякина. Человек, который прошел войну, знал, что такое потери, бой, кровь. На войне он потерял многих своих товарищей. После войны осел в Саратове, он не земляк нам. Ну а сел здесь в Саратове, и многие памятники принадлежат к его рукам. Вот этот памятник, памятник Победы, один из самых известных у нас в Саратове. В память о Юрии Ивановича Минякина, несколько лет назад ее не стало. Вот здесь, у начала памятника, мы открыли мудрянное пусто. Победа представляет собой большую композицию. Сейчас мы ее пройдем с вами полностью, потом буду еще о вам. Вечная путь, один из трех вечных огней у нас в Саратове. Они действительно вечные, ни один вечный, ни разу в Саратове не было. Аллеи Молчак, у нас еще и в Саратове, где она естественная удача подняла, как по месячной цифрой. Более трехсот путь в Саратове не было. Большая аллея, по левой стороне которой, мы не будем проходить, вы имеете сольфетки, с фавильями Героев Советского Союза и солдат, которые были достойны в Славе и Солосе. Затем мы пройдем с вами мимо источника материнских слез, это низинная часть памятника. И будем подниматься наверх, вот по этой лестнице, которая состоит из пяти ступеней. Каждая ступень один год войны, с 41 до 45. Может быть, это было напоминание о том, что дорога к победе была действительно очень тяжелой. В нескольких статах выше, у каждой цифры, обозначающей данный год, вы сможете прочитать название тех населенных пунктов. И что в городе были самые серьезные сражения, и не все знают, что нам могут быть в Малат-площадке. И когда мы с вами поднимемся туда, на смотровую площадку, то вы увидите Саратов, он будет добрая, он застил и будет над ним на высоте птичьего полета, на высоте 160 метров над Волгой.